Пение за просрочку. За ужесточение финансовой дисциплины выступили управляющие компании. Хронические неплательщики срывают выполнение мероприятий по содержанию домов и прилегающей к ним территории. В цели достижения финансовой дисциплины управляющими компаниями по согласованию с администрацией Щелковского муниципального района принято решение о начислении пения с января 2017 года потребителям-неплательщикам. Задолженности или переплаты отображаются в седьмой графе единоплатежного документа. До расчетов с гражданами за жилищные коммунальные услуги расчетный центр использует единый платежный документ, утвержденный правительством Московской области. Щелковцы увидели новые платежки в ноябре. Из них исключили избыточную информацию по поставщикам услуг, укрупнили шрифт. Важно оплатить квитанцию в течение месяца, следующего за расчетным. За этот период пении не начисляются. Затем пойдут проценты за каждый просроченный день. Размер которых будет расти поквартально. Потолок пени утвержден в размере 1,130 ключевой ставки Банка России. Сегодня она равна 10%. После получения платежного документа с 1 по 30 день пени не начисляются. С 31 дня по 90 день начисляется пени в размере 1,03 ставки рефинансирования. А уже с 91 дня отложникам начисляется пени по повышенной ставке 1,130 ставки рефинансирования. Некорректная информация предыдущего платёжного оператора ЕРКЦ Щёлкова стала причиной того, что в платёжках до сих пор в сумме остаётся долг, пояснила Екатерина Лещева. Вины населения в этом нет. По каждой такой квитанции в заявительном порядке проводится сверка. Таким же образом оператор расправляет начисления по капитальному ремонту. С фондом капремонта МОСОВ и ЕРЦ заключён прямой договор. На этом основании расчётный центр выставляет квитанции с единственной строкой капремонт жильцам, оплачивающих коммуналку напрямую управляющей компанией. В ноябре-декабре месяц МОСОВ и ЕРЦ совместно с фондом капитального ремонта проводили большую выверку по каждому дому. Если дом на спецсчёте, им не направлялись деньги, то это сейчас всё в рамках выверки будет устранено. Собираемость платежей по Ощёлковскому району в ноябре составила 93%. Столько же в целом собрано с начала года. Услугами единого расчётного центра в нашем районе пользуется каждая вторая семья. Это чуть больше 47 тысяч лицевых счетов по услугам ЖКХ. Тем, кто верит в добрую примету «Новый год без долгов», расчётный центр предлагает оплатить квитанции в декабре. Сделать это можно вплоть до 31 декабря в 12 часов. А далее – 3, 4, 5 января. Ну и в любое время квитанции можно оплатить через личный кабинет налогоплательщика. Михаил Налётов, Александр Оржевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».